всем привет предлагаю сегодня связать вместе со мной мандалу она же является оберегом для вашего дома вязать я буду по вот этой вот схеме ниточки использовать можно абсолютно любые даже остатки пряжи какие у вас есть главное чтобы она подходила примерно по толщине нити я буду вязать из детской новинки разных цветов номера цветов я оставлю потом под видео если кому-то нужно будет но можно выбирать любые цвета и для вязки я буду использовать такой вот vita print акрил детская новинка 4 цвета это акрил стопроцентный 200 метров на 50 грамм всего понадобится 5 цветов крючком я буду вязать 2 миллиметра также понадобится ножнички приступим вяжем первый ряд вязание начинаем из цепочки из воздушных петель делаем первую воздушную закрепитель на петельку в нее набираем 10 воздушных петель 1 2 3 4 5 10 в первую воздушную петлю делаем соединительный столбик замыкаем в колечко теперь провязываем 3 воздушные петли которые заменят нам первый столбик с одним накидом делаем накид на крючок и вовнутрь колечко провязываем еще 19 столбиков с одним накидом всего у нас получится 20 провязываем провязали 20 столбиков с одним накидом включая 3 воздушные петли и делаем соединительный столбик в третью воздушную петлю первый ряд провязываем вяжем второй ряд теперь нам нужно сделать соединительный столбик между вот этими вот двумя столбиками тебе три воздушные и второй столбик делаем между ними отсюда соединительный столбик затем делаем 3 воздушные петли которые заменяют нам первый столбик с одним накидом затем еще 4 воздушные петли 1 2 3 4 пропускаем 2 столбика и делаем накид и в отверстие между столбиками провязываем столбик с одним накидом затем опять 4 воздушные петли опять пропускаем и так два столбика и между ними в отверстие провязываем столбик с одним накидом опускаем два столбика и столбик так вяжем до конца ряда у нас должно получиться 10 столбиков с одним накидом между ними по 4 воздушные петли в конце ряда провязываем последний столбик после него 4 воздушные петли и делаем соединительный столбик в третью воздушную петлю подъема вяжем третий ряд вот в эту ячейку делаем соединительный столбик провязываем 3 воздушные петли которые заменят нам первый столбик с одним накидом и под цепочку провязываем еще четыре столбика с одним накидом вместе с петлями подъема у нас получилось 5 столбиков с одним накидом затем переходим следующую ячейку и под цепочку вяжем тоже 5 столбиков с одним накидом итак под каждую цепочку провязываем по 5 столбиков с одним накидом так провязали в каждую ячейку по 5 столбиков с одним накидом 3 воздушную петлю сделали соединительный столбик вяжем четвертый ряд теперь нам нужно сменить цвет берем ниточку другого цвета и в отверстие вот между группами вот эти по 5 столбиков вот сюда в отверстие между ними как бы возвращаясь крючком назад немножко сюда провязываем соединительный столбик вот затем делаем 3 воздушные петли которые заменяют нам столбик с одним накидом затем еще 3 воздушные петли и вот из этих 5 столбиков с одним накидом которым провязывали в предыдущем ряду нам нужно провязать 5 столбиков с одним накидом с общей вершиной делаем накид на крючок провязываем 1 незаконченный столбик с одним накидом затем 2 незаконченный столбик ниточки можно прокладывать третий четвертый и 5 теперь у нас получилось 6 петель на крючке и все их провязываем 1 петлю затем 3 воздушные петли и столбик с одним накидом вот опять же в отверстие между вот этими группами столбиков по 5 столбиков которые мы провязывали теперь вот эти можно обрезать вот один рапорт такой провязан далее опять делаем 3 воздушные петли и из пяти столбиков делаем 5 столбиков с одной вершины 2 3 4 5 3 воздушные петли и столбик с одним накидом сюда вот это отверстие между столбиками так вяжем до конца ряда так в конце ряда нам нужно сменить ниточку другой цвет берем третий цвет выбранный и делаем соединительный столбик уже другим цветом в третью воздушную петлю вяжем пятый ряд делаем 3 воздушные петли и под цепочку из 3 воздушных петель провязываем 4 столбика с одним накидом 2 3 4 далее переходим под следующую цепочку тоже провязываем 4 столбика с одним накидом 1 2 3 4 и столбик с одним накидом столбик предыдущего ряда это один рапорт далее повторяем и обрезать опять провязываем 4 столбика с одним накидом под цепочку 4 под следующую цепочку 4 и столбик столбик предыдущего ряда так вяжем до конца ряда конце ряда нам опять нужно сменить ниточку на другой цвет берем 4 выбранный цвет и провязываем соединительный столбик в третью воздушную петлю уже этой ниточкой провязываем 1 1 воздушную петлю которая заменит нам столбик без накида затем провязываем 5 воздушных петель 3 4 5 пропускаем 2 столбика так вот этому отсюда делали пропускаем два столбика и в третий столбик провязываем столбик без накида и повторяем 5 воздушных петель 3 4 5 пропускаем 2 столбика в третий столбик без накида 1 2 3 4 5 2 столбика пропускаем в третий столбик без накида и так провязываем до конца ряда весь ряд провязали до конца ряда сделали соединительный столбик в первую воздушную петлю которую мы делали и теперь нам нужно снова будет сменить цвет нити но для этого нам нужно дойти до середины ячейки делаем еще две воздушные петли этой же ниточкой затем берем пятый цвет который выбрали и в третью уже воздушную петлю делаем соединительный столбик этой ниткой затем провязываем одну воздушную петлю который заменяет нам столбик без накида и 5 воздушных петель 1 2 3 4 5 далее под цепочку следующую провязываем столбик без накида и опять 5 5 воздушных петель 3 4 5 и столбик под цепочку 1 2 3 4 5 столбик без накида под цепочку и так вяжем весь ряд 5 воздушных петель столбик без накида под цепочку вот я провязала до конца 7 ряд сделала соединительный столбик в первую воздушную петлю подъема и вяжем 8 заключительный ряд переходим под цепочку из воздушных петель соединительным столбиком провязываем 3 воздушные петли подъема который заменят на первый столбик с одним накидом затем под цепочку провязываем еще три столбика с одним накидом 2 3 всего у нас получилось 4 столбика вместе с петлями подъема делаем 3 воздушные петли и под эту же цепочку провязываем еще четыре столбика с одним накидом 2 3 4 затем под следующую цепочку провязываем столбик без накида вот такой вот это рапорт этого ряда затем под следующую цепочку провязываем опять 4 столбика с одним накидом 2 4 3 воздушные петли и под эту же цепочку еще 4 столбика с одним накидом 2 3 4 и под следующую цепочку столбик без накида и так вяжем до конца ряда все я довязала до конца ряда еще обратите внимание когда будете провязывать 6 7 ряд вот эти ячейки из 5 воздушных петель должно получиться у нас 30 ячеек каждом ряду 6 7 чтобы последний ряд у нас получился правильно провязан теперь делаем соединительный столбик в третью воздушную петлю еще одну воздушную петельку и ниточку обрезаем и прячем кончики все наша мандала готова спасибо что были со мной всем ровных петелек до новых встреч пока и